Антон, куда мы вообще прилетели? Что это за стремный аэропорт? Настя, ты что прикалываешь? Это же Ямайка. Здесь главная атмосфера, понимаешь? Ну сейчас я тебе покажу. Братва, отдайте нам атмосферки, а? Смотри, сейчас все будет. Хеллоу, друзья! С вами Орел и Решка, перезагрузка, а мы наконец-то добрались до Ямайки. Орел! Решка! Привет, Ямайка! Так хочется послушать, я хочу, а может не будем мы открывать монету? Давай-давай-давай! Аааа, аааа! Что ты ржешь? Рюкзаком настаешь. Почему с рюкзаком? Ааа, я с рюкзаком! Ты что, благовоний местных перенюхал, а небось? Ладно, послушай, как говорил один известный ямаец, но вумен, но край. Так что давай! Слышь, давай, вот это растительство. Да, 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 спасибо большое, спасибо. Так, братва, братва, пацан тре. Тишина. Значит, теперь я дирижер этого рага-бенда, ок? И на счет три. Раз, два, раз, два, три, четыре. Есть в Карибском море экзотическая страна Ямайка, хотя надо было сразу назвать ее расслабоние. Или счастье-ландия. Ну или релакса-стан. Здесь светит жаркое солнце, шумит ласковое море и живут люди. Дожги, если налицо и ужасные, но такие добрые внутри. Перезагрузить ее? No problem, man. Ну да, да, обычный белый лимузин. Да, я знаю, уже тысячу раз было в Орле и Решке. Ну, подождите, с другой стороны, мы же на Ямайке, мы же всегда можем добавить атмосферочки, да? Да? Так, давайте-давайте все. И вот ты с тазиками, и ты с гитаркой. С банджи обязательно, и вот ты с Карапасом. Давайте-давайте, ребятки. Вот там мини-бар, пожалуйста, не трогайте, хорошо? Ну что, молодежь, давайте мне Ямайскую народную, поехали. В прошлый раз Жанна с Андреем показали все самое интересное в Кингстоне. Наше приключение начинается с туристического города Негрил. Перезагрузка ставит себе цель – найти самые интересные места на Ямайке. Я лично этим займусь. Негрил – курорт на западном берегу Ямайки. Это небольшой поселок, в котором есть все, что нужно для роскошного морского отдыха. Прозрачное, как стеклышко, море, песок белый, как мел, шикарные отели, бунгало, пальмы, шезлонги и коктейли. В общем, все, на что аж никак не хватит моих 100 долларов. А теперь отличные новости для бюджетного туриста. Поскольку аэропорт находится прямо в городе, то добирание до города выглядит примерно так. Вуаля! Вот я и в городе! Извините. Браво, ребята! Вы были лучшими! Это вообще самый веселый лимузин за всю историю перезагрузки. Но пришло время прощаться. Первым делом турист может попасть на пляж, но вам придется немало пройти, чтобы найти к нему вход. Потому что практически все побережье застроено отелями, домами, и все это закрыто длиннющими заборами. Вот и хорошо, что заборы. Нечего всяким нищебродам с рюкзаками ходить по местам для людей с золотой картой. Все, я уже вижу морюшко, которое виднеется. Пляж Негрила – это 10 километров белоснежного песка, аквамаринового цвета моря и жара, которая просто вынуждает тебя идти купаться. Нет, это не сон. На Ямайке, если покупаешь коктейль за 5 долларов, можно целый день пользоваться шезлонгом. Настя, ну что это за привычка вот постоянно с дикими воплями вбегать в море и просто красиво плескаться? Здесь нужна конкретика и проверенные факты, иначе туристы просто не поймут, что это за пляж. Итак, первое. Этот пляж называется Семь миль и, так совпало, протяженность его тоже составляет 7 миль. Более 11 километров идеальной бирюзы и белейшего песочка. Кстати, о песочке. Песок мелкодисперсный, с частичками кварца. По цвету он, конечно, не такой белый, как в Доминиканской республике, и это минус. Но и не такой желтый, как под Николаевым. И это плюс. На вкус… гадость. Никогда не ешьте песок. Антон, ну какая разница, какая плотность у этого песка. Просто поваляйся на нем. Он же мягенький, как доженик. Присутствуют места с повышенной плотностью людей на квадратный метр, а есть места и с пониженной плотностью. Население пляжа составляют туристы, которым не жалко в среднем 150 долларов за ночь в отеле. Местные фрики, которые парят туристам шляпы и алоэ. И скаты-хвостоколы. Резюмирую. Пляж-надзор Орла и Решки рекомендует ямайские пляжи к посещению. Сняли. Как только ты сворачиваешь с пляжной зоны на одну из негрильских улиц – сразу ощущается начало совсем другой жизни. Кажется, что на Ямайке есть два негрила. Один – для богатых туристов, второй – для бедных местных. И между ними – пропасть. Тут нет выбеленных отелей, вместо них ободранные домики. Вместо нарядных ресторанов – сколоченные из деревянных досок магазины. Главная достопримечательность этой части негрила – не пальмы и пляжи, а люди. И лучшее, что может сделать турист – познакомиться с местными. Это Винстон. С детства мечтал быть мороженщиком. И уже 20 лет занимается любимым делом. Классный. Это удивительно, что на Ямайке можно подойти к абсолютно незнакомым участникам. Человеку и просто поговорить. Это Эйзио. Местный художник. Рисует картины, футболки и мечтает о большом магазине. Здесь настолько открыты и общительные люди, что тут каждый с удовольствием проведет тебя в свой дом. И не удивляйтесь, если после экскурсии по дому для вас устроят сольный концерт. Продолжение следует... Знаете, эта сторона Негрилла мне нравится даже больше, чем пляжи, пальмы и белоснежный песок. В такой Ямайке гораздо больше души. Пока Настя бродила по трущобам, я отправился искать дорогой отель. Оказалось, что в Негрилле нет отелей класса премиум. Ну что такое 300 долларов за ночь? Поэтому пришлось ехать в городок Монтега-бэй, где есть гостиница с номером за 1000 долларов. Раунд-хилл-хотел энд Виос. В этот раз я не выбирал отель. За меня его выбрали принц Гарри, Пол Ньюмен, Ральф Лорен, Джон и Жаклин Кеннеди, а также сэр Пол Маккартни. Спасибо за подсказку, ребята. В этом разница между хорошим отелем и высококлассным отелем, потому что вот хорошие отели обычно пиарятся за счет звезд. А высококлассные отели, они никогда не разглашают имена звезд, потому что они всегда за приватность. Это неудивительно, отель Раунд-хилл изначально построен как убежище от папарацци для икон стиля и голливудских звезд 60-х. Ой, какая красивая. Слушайте, она такая светлая. Все-таки беленькие шторки, балдахи. Все новое, но с налетом винтажного гламура. Как будто пришел в гости к Эрнесту Хемингуэю или Яну Флемингу, если вы понимаете, о чем я. Традиционный седалищный тест кровати. Раз, два, три. Как на батут прыгнул. У этого номера есть еще вторая комната. И она гораздо круче первой. Посмотрите, какая красотень. Ребята, это же топчик. Просто топчик. Теперь я понимаю, почему сюда приезжают все голливудские знаменитости. Посмотрите! У тебя же настоящие джунгли с видом океан прямо на выходе из номера. Из номера сразу попадаешь в свой дворик с кокосовыми пальмами и красными бромелиями. А посреди коралловых скал беседка для медитации. Ой, сам себе завидую. Субтитры делал journal Бaird лизон и соседняя река надежда с сделанием туристам из Новгородергам. Потому что стоит прямо посреди моря, а еще, говорят, из пеликана видны самые красивые закаты на Ямайке. Но находится он очень-очень далеко. Надо найти способ теперь, как до него добраться. Что ты ищешь? В общем, выяснила я вот что, друзья. Сначала мне нужно добраться до Саванамар, далее оттуда мне нужно добраться до Уайтхаус, с Уайтхауса мне нужно добраться до Блэк Ривер и оттуда уже до Пеликан Бар. А что ж, пойдемте искать возможность. А вот он едет. Саня, нашли. Два доллара. В общем, стоимость первого транспорта 2 бакса. Два доллара за 25 километров пути? Как-то подозрительно мало. В чем подвох? Друзья, возможно, вы подумали, что я села в такси, но это не совсем так. Это больше похоже на маршрутку такси, потому что еду я не одна, то есть водитель набирает пассажиров. И мы благополучно добираемся до нашей станции. Ну что, до Саванамара добралась. Теперь осталось найти транспорт, который идет до Уайтхаус. Да. Можно с вами? Да. Есть на Ямайке одно необычное развлечение, которое может позволить себе только турист при деньгах. Лошадоплавание, конно-морской спорт, надводная верховая езда. Короче, я не знаю, как эту всю штуку назвать, но здесь на Ямайке можно ехать верхом на лошади по Карибскому морю. Как это будет? Сейчас увидим. Самому интересно. Для этого развлечения выдает лошадь. Она с виду обычная. Ни тебе плавников, ни ласт, ни акваланга. И в отличие от обычного седла, здесь такое мягкое, похожее на такой спасательный жилец. И тут происходит что-то странное. Обычная лошадь вдруг превращается в морского конька. Плывет, ребята! Она плывет! Лошадь хрипит, фыркает, плюется соленой водой и быстро гребет ногами. Все лошади в мире от природы умеют плавать, но только на Ямайке из этого догадались сделать экстремальный аттракцион. И это круто! Грады Карибского моря были на самом деле ковпоем. Вот так, например, все это и происходило. На лошадях в море! Сместа всех наверх, там тысячи чертей. Только на лошадях! В процессе эксплуатации данного устройства обнаружилась интересная деталь. Значит, если впереди стоящая лошадь непосредственно в воде справляет естественную нужду, то продукты ее жизнедеятельности непременно попадут к тебе на ногу. Ну ничего, будем считать это слиянием с природой. Это взрыв мозга, честно. Вот мне кажется, что тот, кто покатался на лошади в море, он на банане кататься больше не будет, потому что это даже сравнить нельзя. Лошади и так грациозны, а в воде, в море, да еще и в Карибском они супер поэтичны. Это очень красиво. И проехаться на лошади по морю, я думаю, о таком любой человек может только мечтать. А здесь на Ямайке вы это можете сделать. Вот и моя третья остановка. Уайт хаус. Тут можно и перекусить. Дешевую еду нужно искать в нетуристических районах. Я покупаю традиционный ямайский чикен суп. Пахнет достаточно приятно. Когда я заказывала чикен суп, я планировала, что там будет куриная грудка или какое-то мясо. Знаете, что здесь? Это куриные лапы. И они все вот в этой коже. И она вареная, и этого так много. Это не чикен суп, а суп в рот мне ноги. Попробуем куриные лапки. Классно скорее бы уже попробовать. В этом супе вся традиционная ямайская кухня. Корень ямса из африканской кухни. Бобы от американской. Куриные лапы от азиатской. Вот такой ямайский борщ. Расскажи. 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 Мензии. Это было лишним, мне кажется. Сложно доесть вот этот прям тистейший кусок вареной кожи и жира. А вот бульончик очень даже ничего. Если захочет, сожрет мой супец. Тебе нужно на пляж, который в той стороне. Туда только на такси. 20 долларов. 20 долларов за такси? Ну это даже не смешно. За что 20 баксов, когда есть автостоп? Конечно. А шеврят выстроились. Они на меня смотрят, а когда я пытаюсь ловить машину, типа... ЧЕГО? Ооооо. Да я не машу тебя, я тебя остановить хочу. А я думала, что я машу. Мы вообще не туда идем, Сань. Вообще-то туда, Пеликан-бар. О, реально? Остановился? Да, я как раз туда еду. Сейчас только с моста съеду. Прыгай. Отдых на Ямайке прекрасен тем, что здесь белого туриста пока не воспринимают как мешок с долларами. И если приезжий оказался в беде, ему с радостью помогут местные. Класс! Добралась! Осталось совсем чуть-чуть найти лодку, чтобы добраться до бара Пеликан. Вон та пушистая точечка – это и есть наш барчик. 15 долларов с человека. Может 10. В общем, он согласился за 10 баксов довезти меня до бара и вернуть обратно. Поэтому что? Правильно, погнали! Ничего удивительного, у местных рыбаков это уже бизнес такой – катать туристов с берега в бар. Вот и он – бар Пеликан. О нем есть красивая легенда. Мол, этот бар приснился местному рыбаку Флойду, и он его построил. Пеликаны много раз разрушали ураганы, но рыбак каждый раз его восстанавливал. Бар больше похож на старый сарай с кучей хлама. Тут играет регги. Туристы валяются на полу, попивают коктейли и наслаждаются тем, что они таки добрались в такую даль. И чтобы визит в бар был засчитан, повсюду оставляют свои автографы. Слушайте, ну реально нет ни одного свободного места, все в надписях. Если это такое место на земле, да, одно из самых необычных и удивительных, наверно классно оставить здесь какую-то заметочку о себе. Можно дать чаевые вот этому парню. И он напишет хоть все четыре тома войны и мира. Всего за 2 доллара мы имеем историю, да? Скажу честно, я ожидала от великан бара куда большего. Но, видно, придется самой придумать себе развлечение. Да, завтра утром. Ну окей, пошли со мной. Лобстеров ловить будем. 50 долларов. 50 долларов. Давай 35. Хорошо, ты миленькая, давай за 15. Боже, этот улыбчивый джентльмен согласился взять меня на балку всего за 15 долларов. Класс! На лобстера! Охота на лобстера началась! Отлично! Приключения мне завтра обеспечены! Класс! Знаете, друзья, ведь это же так хорошо отображает нашу жизнь. Вот у меня была цель добраться сюда, и меня ничто не смогло остановить. Я достигла своей цели, я здесь и наслаждаюсь самым приятным закатом в мире. Так и вы, друзья, ставьте перед собой цели и добивайтесь их несмотря ни на что. Стоило! Так ладно, поймал я спать. Спокойной ночи, Майк. На меня так подействовала вся эта расслабляющая ямайская атмосфера, что я вообще не подумала о ночлеге. Придется искать что-то в кромешной темноте. Сейчас бы не отказалась зайти в какой-нибудь ближайший домик, лечь на какую-нибудь абсолютно любую кушетку и просто уснуть. Но нет, придется сейчас идти вдоль дороги искать какой-нибудь ночлег. На весь поселок только один гестхаус. Попробую узнать в нем. Вау, окей, тэнки сэо мач. Даааа, неплохо. 85 баксов за одну ночь. Тут хочешь, не хочешь, я бы в любом случае не влезла бы в свой бюджет. Если мне повезет, может быть меня кто-нибудь приедет в соседних домах. Че, прям стучатся? Я хочу спать, я хочу спать. Может быть, у тебя спать? Да. Одну ночь, эту ночь. Я спать. Ты спать? Да. Да. Пойдем, Саня. Пойдем, Саня. Это обычный ямайский дом. И обычная ямайская семья. Вот ее глава – Кинг. Его жена Джейн и сын Джоан. Пойдем пока посмотрим. Кинг согласился за 30 долларов отдать мне комнату своего сына. Говорит, к нему частенько попадают такие заблудшие туристы, как я. И он с радостью всем помогает. Кто еще тут всегда найдет потрясающая большая двухместная кровать в уютном теплом доме с потрясающими позитивными хозяевами. Ну просто лучше не придумаешь. А добродушные ребята эти ямайцы еще и чаем напоили. На самом деле уже очень сильно хочется спать. Оно и понятно. Оно и нужно. Потому что с утра мне нужно очень как рано встать, чтобы попасть на эту рыбалку. Да, все-таки это и кровать, в которой спит малой. Ну да ладненько. Представлю, что он ни разу не писался ночью. К 6 утра, как и договаривались с рыбаком, я пришла на пляж. Надеюсь, лобстеры тоже уже приготовились. Странно, сказал ждать здесь, а самого нет. Да еще бак из этого есть. Ой, доброе утро. А я здесь, знаете ли, чакры прогреваю. Окей, I'm ready. Тут все мокрое. Вообще, конечно, очень любопытно, как это все происходит на глубине. То есть они какие-то сети уже тогда закинули, или они палками будут тыкать в воду. Оказывается, лобстеров ловят в специальные ловушки. Их заранее забросили на дно моря. А вот такие буйки показывают, где чья ловушка. О, какая мерзость. Знаете, такое ощущение, когда ты прочищаешь трубы в раковине. И там вот волосы, вот это вот все. Тебе нужно это руками доставать. Вообще, тяжелющее. Что же там за лобстер такой? Ой, я кажется, что-то уже вижу. А, это сеть. Ловушка огромная. Это странной формы коробка из палок и сетки. Местные называют ее чоп. Чтобы приманить лобстера, в нее кладут приманку, остатки рыбы и кокосы. Первые ловушки пусто. Но рыбак сказал не отчаиваться. Таких чопов он расставил аж 20 штук. И в какие-то обязательно попадутся лобстеры. Вообще, у ловли лобстеров тоже есть свои особенности. Потому что если ловятся маленькие лобстеры, то их отпускают, чтобы они подросли. Если ловятся сильно большие, то их тоже отпускают. Для того, чтобы популяризация вида продолжалась. То есть в тренде только средние. У нас только один малыш, все остальные нормальные. Какие-то они странные на вид. Садись, Настя. По биологии два. Оказывается, не все огромные раки – это лобстеры. Те, что без клешни и с огромными усами – это на самом деле лангусты. Итак, дорогие друзья, с двух сеток мы имеем одну рыбу, которая продолжает бороться за свое существование. И двух лобстеров. Знаете, очень странные ощущения, потому что я чувствую, как пульсируют его вот эти вот усики. Он еще жив и вот он… Что он делает? На рыбу наступила. Я наступила на лобстера. Я вижу лобстера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Семь, восемь. Восемь лобстеров, ребята. Четыре штуки. Четыре лобстера. Четыре. Вы представляете, сколько это в ресторане стоит? Очень много. А тут просто четыре лобстера. Но я бы не сказала, что это бесплатно, потому что я правда много трудилась и работа это не из чистых. Но четыре лобстера, это же мне… Фух. Это вот точно надо похвастаться Антохи. Добытчица. Богатому туристу не нужно бегать за лобстерами. Они сами к нему приходят уже в готовом красивом виде на белоснежной тарелочке. Друзья, сегодня я буду пробовать лобстера. Впервые в жизни. Да-да, я знаю. Прошло уже больше 50 программ. Я ел червей, крокодилов, осьминогов, а вот лобстеров не доводилось. Я не знаю, как его есть. Я же никогда его не ел. Его нужно есть руками, или вот вилка лежит, и нож, и ложка для чего-то. Как его есть? Можешь спросить у кого-то. Говорят, что он очень красивый. Вы знаете, так приятно подразнить этих буржуев. Вроде никто не ржет. Все чинно. Господи, курс молодого миллионера. Вот казалось бы, уже думаешь, ну я все уже видел, что мне чем-то тут удивить. А вот приносит тебе лобстер, и ты такой оп, и сел на мягкое место. Это очень изысканно. Мясо очень нежное, но это нельзя, это и не рыба, и не мясо. Вот это классическое определение лобстера, не рыба и не мясо, но очень вкусно. Даже если у тебя миллион лобстеров, от них никакого толка, если их не приготовить. Здесь в баре могут. Восемь баксов. Слушайте, ну за восемь баксов, если они мне приготовят лобстера, это очень даже неплохо. Я думаю, что окей, I think, I think, я могу себе это позволить. Я бы конечно предложила свою помощь пацанам, но в конце концов я заплатила деньги, поэтому работаем, мальчики. В баре пеликан готовят лобстеров по лучшему ямайскому рецепту. Сначала его нужно немного проварить, затем разрезать пополам и потушить, а потом бросить в кипящее масло и посыпать специями. Ну а дальше самое прикольное, рак должен загореться. И все для того, чтобы корочка была хрустящей, а мясо нежным. Хрустящая корочка, прям все такое… О боже, это невероятно. Это какой-то космос, а не лобстер. Если человек сейчас в ресторане заказывает лобстера, это показывает его статус и его богатство. А раньше, ну лет так 500 назад, лобстерами кормили свиней. И их ели бедные, чтобы не умереть с голоду. Вот как теперь с этим жить? Знаете, во сколько мне обошлись эти четыре шикарнейших, вкуснейших, жирнейших лобстера? В 23 доллара. Интересно, сколько стоит один такой лобстер в дорогущем ресторане? Тут никогда не заглядываю, хоть ради интереса посмотрю. 70 долларов. Искушенным туристам уже в печенках сидят эти лобстеры. Поэтому на Ямайке появилось одно необычное развлечение – обед с Растаманом. Сразу видно, что я с золотой картой, да? Это мой гид. Файя – местная звезда. Раньше он был просто отшельником, жил в Хибаре на горе и иногда рассказывал туристам, что такое растафарианство и растаманская кухня. Но потом о нем узнали разные медиа и теперь Файя – публичная личность. А поход к нему в гости стоит нехилые 180 баксов. Но давайте по порядку. По правде, растафарианство – это настоящая религия со своими святыми и обрядами. Но для ямайских растаманов это слишком сложно. Они все упростили до парочки принципов – люби всех, живи в гармонии с природой и довольствуйся малым. Обязательный атрибут растамана – дреды на голове. Это пошло еще от эфиопских корней ямайцев. Раста верят, что дреды – это грива льва, и она дает силу. Судя по тому, как живет Файя, он истинный растаман. У него длиннющие дреды, простое жилье, похожее на халабуду, нет электричества и самодельная мебель. Даже воду используют дождевую. Реструм, туалет? Да, реструм в природе. Ну и конечно, я не мог не спросить о главном стереотипе про растаманов. Ну а теперь приступим к растаманской кухне. В ней три простых принципа – никакого мяса, еду ты должен вырастить сам и готовить необходимо на открытом огне. Продукты должны быть самыми свежими, поэтому растаман перед каждой готовкой идет в свой огород. Это желтый ямс – такой крахмалистый корень, по вкусу похожий на картошку. Растаманский обед и изобилие – это две несовместимые вещи. Желтый ям, у нас здесь есть местное рагу, конечно же чисто овощное, и у нас даже здесь есть эксклюзив, только сегодня помидорчик. Я вам скажу, если бы вам не сказали, что это корень дерева, то сто процентов, если вы попробовали, сказали бы, что это недоваренная картошка. Ну а на десерт Файя решил угостить меня чайком. Офигенный чай. Ну почему он сладкий? Ну непонятно же, в нем только имбирь, но имбирь же не сладкий, он горький. Может здесь какой-то секретный ингредиент? По-моему я понял, какой на Ямайке есть секретный ингредиент. Вот я сейчас богатый на два дня человек. Нахожусь черт знает где, на выселках цивилизации, на горе. Я ем какую-то похлебку из дождевой воды, здесь нет электричества, нет вообще ничего. И как-то так прикольно. Были бы это мои 180 долларов, меня бы задушила жаба. А так – прекрасная встреча. Спасибо, Файя! Я тем временем вернулась в Негрил и решила испробовать на себе еще одно крутое местное развлечение. Оно находится в самом популярном на Ямайке месте – в кафе Рикс. В 80-х здесь отрывались Роллинг Стоунс и устраивал тусовки Хью Хефнер. А сейчас его главная фишка – вот эти ребята. Они каждый день прыгают со скал и вон того трамплина, делая при этом крутые трюки. Леся Никитюк тоже тут прыгала. Правда, высота была смешная – всего 2 метра. Перезагрузкой идет бить рекорды. Я собираюсь прыгнуть с высоты 8 метров. Ну что, ребята, ты можешь не вернуться. Все травмы, которые ты получишь, они на твоей совести, потому что ты сам делаешь выбор к этому прыжку, тебя никто не обязывает. И если с тобой что-то случится, виноват в этом только ты сам. Окей, понятно, не впервой. У меня трясутся ноги и у меня в животе не бабочки, а помутнение. Ну, надо же прыгать, Саня. Давай быстрее пока не передумай. Да. Окей. Я очень плохо приземлилась. Очень плохо приземлилась. Я отбила себе просто все бедро. всю задницу. Когда я занырнула, в какой-то момент мне показалось, что я не всплыву наверх, потому что я просто не могла шевелить ногами. И я тупо работала руками, а тело просто волочилось, как кусок. Не знаю чего. Мне показалось, что, знаете, меня скинули с крыши и я упала просто вот так вот с палашмей на асфальт. Это очень плохо. Вот, смотри, какие синие. Смотри, реально вечно. Вены, вены, вены. Чего не сделаешь ради рекорда «Орла и решки». Слушай, ну это полная ерунда, честно. Мы вот находимся в Карибском бассейне и у нас в программе ничего не было про пиратов. Но я сейчас все исправлю. Итак, друзья, у меня здесь бывшая бутылка ямайского рома, современные 100 пиастров и записочка. Записка бутылки, понимаете? А еще это не главное. Мы сейчас находимся посреди старого форта, который был построен для защиты от ямайских пиратов. Чтобы найти сокровища от «Орла и решки», отправляйтесь в форт Шарлотт, что в городке Люсиа. От входа в форт двигайтесь прямо до стены, поверните направо и пройдите 30 метров. Под большими каменными валунами и спрятано сокровище от перезагрузки. Йо-хо-хо! Если прилететь на Ямайку с полными карманами денег, ты получишь качественный туристический набор. Сам себе завидую. Море, пальмы, отель и лобстер, а, пардон, лангуст на завтрак. Но тогда души в этом путешествии будет не больше, чем у выходного в городском аквапарке. Ведь Ямайка – это не про роскошь. Ямайка – это душа. Эта музыка – это просто счастье. И как-то так прикольно. Сразу видно, что я с золотой картой, да? Это была лишняя мне карта. А я здесь, знаете ли, чакры прогреваю. Ну и где он? Ивлеева! Ооо! Здрасте! Привет! Ты как? Что случилось? Долго рассказывает. Послушай, послушай, послушай. Ямайка – не самая дешевая страна. Не самыми лучшими дорогами. А про архитектуру я вообще молчу. И тем не менее, здесь так прикольно. Знаешь, здесь я с тобой согласна. Вот правда, Ямайка – это удивительное место. Потому что здесь вот как и с золотой картой, так и со ста долларами можно себя чувствовать абсолютно счастливым человеком. Да конечно! Конечно! Боже, хоть в чем-то мы с тобой согласны. Дай петь. Ну что, пойдем, друзья, мы пойдем, нет, мы полетели перезагружать в следующий город. Сейчас мы зайдем вот чуть-чуть в бар, а потом полетим перезагружать. Да? Ну конечно, нет. Да пойдем, пойдем. А да, друзья! В бар? Нет, не пойду в бар. Ну я за здоровый образ жизни. Я тебя разотру. Вот же бар. Ну разотру тебя этим растором. Лучше послушай мою историю. Это было на самом деле очень смешно. Ну это было больно, но это было очень сложно.